Добрый день! Добрый день! И его время было 1.29557 секунды. Сегодня он уступил свое лидерство. И хотя сам сбросил со своего времени более двух секунд, его опередил шведский пилот Аман Эмил, который выступает на снегоходе Линкс. Ну вот, выезжают, выезжают сейчас в стартовую зону участники первой группы чемпионата. И перечислю их вам в порядке, в котором они показали время на сегодняшней квалификации. Итак, первый и самый быстрый шведский пилот Аман Эмил, выступающий на снегоходе Линкс. Его время было 1.26492 секунды. Хибберт Такер, американский пилот на Арктикете, уступил ему почти целую секунду. Еще две секунды уступил финский пилот Виктор Хертон, тоже на Линксе, так же, как и лидеры этого заезда. Также на Линксе выступал еще один финский пилот, который занял четвертую позицию. И это Вилли Лехтисало. Вилли Лехтисало, кстати, показал самые быстрые секунды на этапе российского чемпионата, где он вместе с еще одним финским коллегой принимал участие, поскольку чемпионат у нас открытый. Пятое время, и еще один пилот этой группы, еще один шведский гонщик Эриксон Олаф Джоан. На Паларисе еще один канадский пилот. На Паларисе это Ян Хайден, норвежский гонщик Линкбек Магнус на Арктикете. И прошу прощения, стартовый номер один, как и положено, действующим чемпиону мира 2011 года. Аман Эмил на снегоходе Линкс. Хибберт Такер, стартовый номер три. Финский пилот Хертон Виктор, стартовый номер десять. Вилли Лехтисало, стартовый номер восемь. Шведский пилот Эриксон Олаф Джоан, девяносто девятый, стартовый номер. Канадский пилот Ян Хайден, стартовый номер девяносто три. Норвежский гонщик на Арктикете Линкбек Магнус, стартовый номер семнадцать. Финский гонщик Юлиан Тилла Вилли на скиду, стартовый номер двадцать. Еще один финский пилот Топпала Ханна Петтери на Линксе, стартовый номер двенадцать. Семьдесят третий, стартовый номер у канадского гонщика Баттер Ли Альфреда на Паларисе. Сороковой стартовый номер у финского гонщика Пуха Как Пьетти на Арктикете. Алексей Быков из России, наш российский пилот, один из самых лучших наших снегоходных гонщиков, стартовый номер тридцать два. Денис Рязанцев на Линксе, стартовый номер тридцать. Сергей Юферев, стартовый номер двадцать восемь. Алексей Никишкин, стартовый номер двадцать шесть. И Дмитрий Сухов, стартовый номер двадцать четыре. Вот такой состав нашей группы. Сейчас у нас с вами подготовка квалификации. И стартовал. Стартовал первый квалификационный заезд этапа чемпионата мира. Канадский гонщик Ян Хайден первым срывается с места. И сейчас ведет за собой гоночный пилотон из шестнадцати гонщиков. Трасса, которая построена здесь, в Сенегории, сначала была предназначена для мотоциклетного кросса. Очень сходно по своей технике эти два вида спорта. И, естественно, мы с вами можем определенным образом провести аналогии. Препятствия, которые выстроены здесь на трассе, позволяют гонщикам реализовывать все технические возможности, которые заложены в их боевых гоночных машинах. Тоже, кстати, сделанных в самых разных уголках нашей огромной, но в то же время маленькой планеты. И вот сейчас Ян Хайден, девяносто третий статуевный номер, выступает на канадском снегоходе «Поларис». И со статуевным номером девяносто три показывает, как можно пролетать через вот эти, как мы их называем, гребенки. То есть препятствия, которые сделаны один за другим. Показались пилоту уже здесь. Это значит, больше половины дистанции пройдено. И вот лидер этого заезда сейчас поставит первую веху временную. И я надеюсь, что нам на техническом мониторе, работу которого, кажется, удается восстановить, мы с вами увидим. Высоко взлетают пилоты. Но вот если обратить внимание, то некоторые из них делают прыжок в высоту, а другие стараются сделать его максимально длинным. Сделать это очень и очень непросто. Но у некоторых, у некоторых пилотов это, это безусловно получается. Ну вот, Ян Хайден. Одна тридцать, одна двести шестьдесят три. А самые-самые быстрые секунды пока у Хиберта Такера, который был сейчас самым быстрым на первой тренировке. Американский пилот, который выступает на снегоходе Арктикет. Одна тридцать и девятьсот пятьдесят четыре тысячных секунды. Четыре десятых проиграл ему действующий чемпион мира Эмил Аман из Швеции. Ну и дальше, дальше большой отрыв от всех остальных преследователей. Эриксон, девяносто девятый стартовый номер. Шведский гонщик, у него только одна тридцать пять, сто семьдесят три. Еще медленнее. Юлиан Тилла из Финляндии. И Олинбек, семнадцатый стартовый номер. Пилот из Норвегии. Вот первая шестерка пилотов, чьи времена здесь у нас на техническом мониторе уже стремительно мчатся по трассе, по трассе квалификационного заезда. Пока ничего невозможно действительно сказать, потому что 10 минут плюс два круга должны пройти пилоты. А у нас с вами Тайкер Хиберт пока в трех секундах впереди, похоже. Но вот, к сожалению, не очень четко работает наш технический монитор. А тот фрагмент трассы, который мы с вами видим здесь, из нашего комментаторского пункта, не позволяет очень четко увидеть, кто же захватил все-таки лидерство в этом гоночном заезде. За него боролись два пилота. Да, Хиберт выходит в лидеры этого заезда. Хиберт Такер. И его третий стартовый номер говорит о том, что бронзовый призер он был по результатам гоночного сезона прошлого года. Хайден откатывается на вторую позицию. Уже секунду проигрывает Хиберту после второго круга. На третьей позиции Аман. И еще полторы секунды уступает он Хайдену. Вот эта тройка идет с очень высокими скоростями. Эриксон, 99-й стартовый номер. Олаф Эриксон из Швеции. Уже секунду с каждого круга проигрывает лидерам этого заезда. И потихонечку начинает откатываться назад. На третьем из десяти, но не десять кругов. Нет, полторы минуты где-то нужно для завершения одного круга. Вернее, Хиберт сейчас ставит очередной скоростной рекорд. Одна, 28,912 секунды. Время его третьего круга. И уверенное лидерство. Три с половиной секунды выигрывает он у Хайдена, который в свою очередь еще полторы секунды выигрывает у Омана. Ну что ж, в этой квалификации рисунок более-менее сложился. Эриксон по-прежнему на четвертой позиции. И финский гонщик Юлиантилла, 20-й стартовый номер, на пятой позиции. Очень жесткий квалификационный заезд. И надо сказать, что емкость раз, я уже говорил, 22 пилота. Соответственно, скорее всего, только 11 лучших пилотов из этого квалификационного заезда получат путевку в следующий этап. То есть в суперфинальные заезды, которые состоятся сегодня во второй половине дня. Первый заезд – это 15 минут и два круга. Стартует в 12 часов 40 минут. И те, кто должен будет прерваться и не сможет посмотреть всю трансляцию, я приглашаю вернуться вот в этот самый момент времени. Ну что ж, Хибер завершает уже свой четвертый круг в качестве лидера. Минута 29,458. Чуть-чуть упал его темп. На предыдущем круге у него было получше, заметно получше. Но при этом у Хайдена темп упал еще больше. 1,32,685. На каждом круге снегоходы разрывают трассу. И поэтому ратрак, настоящий гоночный, горнолыжный ратрак, который работал здесь в промежутках и утрамбовал повороты. Он, естественно, подготовил трассу для снегоходов. Но вот сейчас мощные снегоходы, ни одна сотня лошадиных сил спряталась под капотом этих машин. Они разрыли эту трассу и время начало немножко падать. Три секунды между Хайном и Оманом, который идет пока на третьей позиции. Ну а Хиберт, Хиберт по-прежнему впереди. И сейчас пилоты находятся на пятом своем круге. Очередной круг завершают сейчас пилоты. И это был уже пятый круг. Но еще, еще предстоит поработать. Да, падает скорость. Смотрите. 1.32.0.81 время Хиберта. 1.33.537 время Хайдена. И Оман подтянулся. Эмил Оман, шведский гонщик, подтянулся вплотную сейчас к Хайдену. Но попадание в суперфинальную часть соревнований сильных проблем не вызывает. Но вот, к сожалению, нет в этой таблице более шести участников. А наши российские пилоты, которые также принимают участие в этом, за есть самый быстрый Алексей Быков. Сегодня утром в квалификации был только 12-й. А это, к сожалению, может оказаться за гранью попадания в финальную часть соревнований. И если попадание в финал Хиберта, Хайдена, Омана, Эриксона, Юлиан Тиллы и Линдбека не вызывает сомнений, очень быстро идут сейчас по трассе пилоты, то вот с возможностью попадания наших пилотов, ну а пользуясь тем, что этап чемпионата мира здесь, мы получили дополнительные возможности для того, чтобы наши гонщики стартовали вот в этих квалификационных заездах, естественно, участвовали в тренировках и приобретали тот самый необходимый гоночный опыт, без которого невозможно будет потом покорять вершины мирового снегоходного спорта. Пока-пока мы уступаем. Уступаем и скандинавским гонщикам из Финляндии, Швеции, Норвегии. Уступаем американцам, уступаем канадцам, у которых снегоходный спорт развивается очень давно. Колоссальная спортивная база, интереснейшая в Канаде, на севере Соединенных Штатов Америки. Даже на Аляске есть соответствующие трассы. Естественно, достаточно много их и в Скандинавии. Но вот у нас это первая трасса мирового уровня. Нам очень приятно, дорогие наши зрители, что мы сейчас с вами можем впрямую, вживую наблюдать за тем, что происходит здесь, на этой нашей гоночной трассе. Между тем, Хиберт завершает очередной шестой круг с очень своим хорошим временем. Хайден по-прежнему второй, проигрывает уже 9,5 секунд. Еще полторы секунды уступает ему Оман. И вот между ними идет такая незримая борьба. Сейчас 3,5 секунды Оман отыграл у Хайдена. Но это будет влиять только на расстановку незначительным образом на месте, на старте самого суперфинального заезда. А финальных заездов у нас с вами будет у первой группы 2 и у второй группы 2. Ну и третий заезд, в котором максимум также 22 гонщика. Стартует у нас с вами в 15.30. И после него состоится церемония награждения. Так что, если у кого-то очень насыщенный график, настойчиво рекомендую в 15.30 прерваться со своими занятиями и вернуться назад к монитору, к телевизору, для того, чтобы посмотреть, что же происходит здесь, на гоночной трассе Сенегория, где впервые в новой российской истории проходит этап чемпионата мира по снегоходному спорту. Семь кругов позади. И по-прежнему Хибберт в лидерах этого заезда 1.34.268. Почти 8 секунд проигрывает он своему же лучшему времени, показанному в этом заезде. Это говорит о том, что действительно мощные снегоходы своими гусеницами и лыжами разрыли трассу Оман по-прежнему на второй позиции. И уже 2.5 секунды выигрывает он у Хайдена, который теперь на третьей позиции. Хайден, который блестяще стартовал. Иан Хайден ввел какое-то время гонку, но потом уступил Хибберту. Сейчас пропустил вперед и Омана. После седьмого круга, после седьмого круга Эриксон на четвертой позиции, и Леонтилла на пятой. И на шестую позицию вышел стартовый номер 10. Это Виктор Хертон, еще один финский гонщик. Еще один финский гонщик из первой десятки. Первой десятки Международной мотоциклетной федерации, ну и Ассоциации снегоходного спорта. Как раз активное участие американских, североамериканских, канадских пилотов. Несколько... Они вообще, североамериканцы, достаточно жестко регламентируют свои собственные правила, и поэтому они выбирают для себя удобный спортивный регламент. Именно поэтому Формул-1 не столь популярна, скажем, в Соединенных Штатах. У них свои формульные гонки серии Инди и серии Карт. И также кузовные гонки Носкар, а не те гонки, которые Международная автомобильная федерация ФИО продвигает во всем остальном, на территории всего остального земного шара. Ну а у нас 8 кругов позади. Хиверт по-прежнему впереди. И практически ноздря в ноздрю они идут с Оманом. 9 секунд между ними. И, похоже, до конца, до конца этого заезда у нас с вами в этом, в этой части турнирной таблицы ничего не изменится. Точно так же, как и Хайден, который проигрывает теперь почти 4 секунды Оману. Не может он идти в его темпе. Очередные полторы секунды он только что проиграл. Он, в свою очередь, выигрывает. Выигрывает почти 10 секунд у Юлиан Тилла и довольно комфортно завершает заезд именно таким образом. Итак, квалификационный заезд завершился. 9 кругов удалось совершить пилотам. Хиверт, Оман, Хайден, Юлиан Тилла, Эриксон и Хертон. Это первая шестерка. И буквально через 3-4 минуты я зачитаю вам результаты, в котором расположились в первой квалификации первой группы пилоты этого гоночного заезда. Оставайтесь с нами. Ну и мне очень приятно сказать, что наша трансляция проходит при участии бренда Райлис компании Промомед. Райлис – оригинальный препарат, произведенный в Германии, предназначен только для мужчин. Причем для мужчин, которые не боятся, наверное, вот таких сложных препятствий, как наши снегоходные трассы. А вы, кстати, сейчас видите результат первого квалификационного заезда. Такер Хиберт с преимуществом в 11 секунд опередил Эмила Амана. Далее Ян Хайден, Вилли Ян Тилла, Олаф Эриксон, Виктор Хертон, Магнус Линбек, Ли Альфред Бадлер, Ханну Петер Топпола, Петти Пухака и Алексей Быков. Лучший из наших российских пилотов опередил он Дениса Рязанцева и Алексея Никишкина. При этом Алексей Быков проиграл полторы минуты практически один круг. Практически один круг лидеру этого заезда. Но в силу того, что в конце заезда пилоты ехали круг со временем 1.35, Быков остался в одном круге с лидером. А вот если бы им удалось сохранить темп, который у них был в самом начале, но если бы вообще не бывает, не бывает в гонках. В гонках всегда бывает только жесткая, жесткая утвердительная форма глагола. Сослагательное наклонение это не для соревнований. Огромное спасибо за то, что вы смотрите нашу трансляцию. Ну а я вернусь к бренду «Райлис», который обладает выраженным направленным действием на мужскую активность. С «Райлис» ты сможешь все сегодня и всегда. Даже справиться со снегоходом, может быть, не на такой сложной гоночной трассе, но уже с другими мужскими проблемами обязательно перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и противопоказаниями. Отпускается без рецепта врача, но лучше, лучше всегда получить совет квалифицированного человека, совет профессионала.